В Кисловодске, в Нарзанной галерее на территории Национального парка в рамках проекта «Природа в зеркале культуры» впервые проходит персональная выставка семьи художников Узденовых, народное искусство карачаевцев и балкарцев, узорные войлочные ковры. В день открытия там побывала делегация из Карачао-Черкесии во главе с министром культуры Зурабом Агирбовым. Подробности в материале Шерифат Лепшоковой. Амин Узденов сам рассказывает почетным гостям о представленных работах. Каждая из них – плотно легкого труда мастера и его семьи. Войлочные ковры всегда были неотъемлемой частью карачаевской культуры. Но как сохранить этот вид промысла, ставший в руках Амина Узденова, его супруги Марины и уже подружек детей настоящим искусством? В этой семье не думают об этом. Они увлечены делом, не подозревая, что своим творчеством еще больше обогащают культуру народа. За кажущейся простотой линии скрывается труд длиной не в один месяц, а то и год. Настоящим подарком ценителям старины стал так называемый джихачкиис. Полностью утраченный вид карачаевского войлочного ковра был возрожден усилиями Амина и Марины Узденовых. Мы иголкой считали, где какие петли, куда что идет и выяснили, что это делалось плетением на дощечках. То есть крутили и тесму для одежды, и тесму для одежды, и тесма с бахромой. И вот тут уникальность заключается в том, что вот здесь бахрома идет сразу ткоца на дощечках, сразу же с тесмой вместе. Она соткана, тесма вокруг этого ковра отдельно, а бахрома с тесмой вместе ткоца. Почетные гости высоко оценили работы мастеров. Министр культуры Зураба Гербов, поблагодарив за вклад в возрождение культуры народов Карачаева-Черкесии, вручил им благодарственные грамоты. Рассказал министр и о том, что в республике будет создана Ассоциация декоративно-прикладного искусства для поддержки мастеров уже на государственном уровне. Конечно, безумно приятно видеть в такой выставочной площадке работы нашего мастера, который в республике известен и всегда пользуется популярностью его работы. Но то, что есть возможность представлять на одном из главных курортов страны, это, конечно, большое достижение нашего художника. Я минус делал здесь лидер этого направления. Работы отличные. И очевидно, что эта площадка готова принимать наши работы, наших мастеров в гораздо большем количестве. Об этом мы сегодня говорили с руководством федерального учреждения. И надеюсь, что уже в этом году, в самое ближайшее время, другие мастера из Карачаева-Черкесии предоставят свои работы здесь, в Кисловодске. И мы будем такую практику развивать дальше. Почетные грамоты и денежные премии семье Узденовых также вручили представители общественной организации «Карачаево-Ланхалк». Известное изготовление войлочных ковров требует особого взгляда, физических сил и терпения. Алла Киес, пёстрый войлочный ковёр, служил для повседневных нужд. Бичельген Киес делали, накладывая готовые формы рисунка, самый сложный вид джи-гыч-киес с узорами в виде бараньих рогов, был особенно непрост при изготовлении. У Хальма Тагбаева, педагога и руководителя Награфического музея в Терезе, своя личная история, связанная с этим ковром. Хочу сказать о киеве, джи-гыч-киес. Во время переселения мне было всего на все, всего на все было 7 дней, когда нас переселяли. 7 дней от рождения. Ну, до 5 лет я и не разговаривала, и не ходила, в связи с тем, что я не знаю, что такое материнское муторинское и так далее. Ну, в нашей семье был вот этот джи-гыч-киес. Вы представляете, я просто до сих пор не могу забыть, вот как они сделали это. Войлочный ковер был в каждой карачаевской семье. Поначалу являясь элементом быта, постепенно он стал частью национальной культуры. В причудливых работах Амина и Марины Узденовых не только воспоминания о прошлом, в них угадывается душа народа. Открыть для себя культуру карачаевцев теперь смогут тысячи гостей со всей страны.